Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о поэзии. Время от времени я читаю и разбираю какое-либо стихотворение, потому что я всю жизнь постоянно читаю стихи. Это не значит, что я какой-нибудь специалист, литературовец, специализирующийся именно на русскоязычной поэзии и так далее. Это не значит, что я предлагаю вам какую-то уникальную информацию, которую вы сами не могли бы вычитать в этих стихотворных сборниках и отдельных лидических произведениях. Нет, я просто читатель, и мне, конечно, филологическая выучка какая-то оставшаяся помогает что-то понимать в поэзии, но мне просто нравится это делать. А если вам нравится слушать, ради бога. Итак, Мария Мельникова, наш современник, мой сверстник, поэт, скажем так, не очень заметный, не очень известный, но чрезвычайно оригинальный. Это вторая ее книга, которая попалась мне в руки. В случае жизни она называется, и это прекрасное название для поэтической книги, потому что мы знаем, что делать в случае пожара, мы знаем, куда бросаться в случае любви, мы знаем, что делать, а что делать в случае жизни. Вот давайте обобщим, да, поднимемся на более высокий уровень. В случае жизни вообще чем заниматься? Вот это одно из самых интересных стихотворений о человеческом счастье, которое я читал за последние годы. Мне оно очень нравится, и я для начала вам его прочитаю. «Рюкзак полон яблок» оно называется. Суббота завтра. Рюкзак мой полон маленьких яблок и алычи, бесплатных и нетяжелых. И это мало чем отличается от абсолютного счастья, но к счастью им не является. Счастье, как Санта-Клаус, давно уже не справляется в одиночку, а армия его помоганцев организует все то, за что мы можем цепляться в случае жизни и остального. После того, как что-то пищит и отметка хреново с улыбкой проглатывает барометр, у тебя остается чудовищно мало времени, чтобы, не скорбя, благословить этот ужас, проверить почту и причесаться и прочее. И тогда тебя опасно касаться. Поэтому счастье не дергается и ведет тебя на Большую Филевскую, где у Оли стоит машина, набитая этим самым, вывалившимся из рога дачи и плечи, прислушиваются с удивлением к речи груза некнижного, и усталость тает в запахе яблок, как в послесамолетном море растворяется предыдущий год. Без моря все полетит к чертям. Но печаль и усталость излечивает лишь городская малость, лишь то, что умещается за спиною, и готова ехать в метро со мною. Итак, рюкзак полон яблок. По ссылке ниже вы можете посмотреть текст этого стихотворения. Его, конечно, надо перечесть глазами. Мое чтение не идеально, да и потом верлибор на то и верлибор, чтобы каждый прочитал его, немножечко изменив интернационно и немножечко по-другому разбив акценты, изменив. Итак, рюкзак полон яблок. Мне все в этом стихотворении знакомо. Во-первых, я знаю кое-какие приметы. Скажем, плечи, которые с удивлением прислушиваются к некнижной ему грузу, к некнижной тяжести, да, это очень знакомо, потому что всю жизнь таскают за плечами книги в рюкзаке. Вот. Ну, я знаю, что и Мария это тоже делает. А ощущение абсолютного счастья, которое, как Санта-Клаус, давно уже не справляется в одиночку, это тоже понятно, потому что нас много, жизнь слишком разнообразна, она пестрада невозможности. Единственное, что еще меня удивляет в этом мире, да, это бесконечное разнообразие калейдоскопа окружающего нас. Вот тут, конечно, не поспоришь, да, такое... Мимо такого не пройдешь равнодушно, да. Это действительно разнообразно. Все остальное уже знакомо. И вот всевозможные мелкие детали жизни армии помоганцев, замечательное слово, в котором, конечно, слышится ругательство, значит, в то же время это не просто помощники Санты, это какие-то явления жизни, которые, значит, подталкивают тебя к тому, как неразумное существо, как котенка, значит, к счастью, да. Ну, давай, 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 вот она уже за углом. Что это будет? Любовь, какое-то свершение, какая-то победа, или просто теплое послесамолетное море? Это великолепно сказано. Это действительно так. В этом послесамолетном море растворяется предыдущий год. То есть это отпускное море, которое встречает тебя с первым, значит, окунанием. Ты просто понимаешь, что весь вот этот год, который в тебе вот весь сидел, такой тяжелый, такой мутный, полный всяких неприятностей, он растворяется в этом отпускном послесамолетном море. Очень много таких деталей в стихотворении. Но самое главное, то, что она фиксирует на невероятной мелочи, на пустячной детали, на случайном совершенно событии. Потому что вывалившиеся из рога дачи, рог дачи, оба слова за главной буквы напечатаны. То есть это имеется в виду, конечно, рог изобилия, и в данном случае имеется в виду дистанцирование от традиционной советской дачи, которую мы все получили в наследство. Вот эта дачная закваска от родителей. Значит, книжный человек, человек явно пишущий, лирический герой этого стихотворения, он дистанцирован. Чья-то чужая машина, Олина машина, там вот эти вот упоминаются имена, какие-то названия, Большая Филевская, да. Это знакомо для тех, кто в теме. Для тех, кто не в теме, это просто нагнетает реалистичность повествования. И вот этот рюкзак полный яблок, это просто деталь. Вот однажды подарили яблоки и олочи, вот целый рюкзак просто насыпали, и ты везешь их домой, понимая, что у тебя-то дачи нету, то есть это чужой урок изобилия, да. И изверг вот эту целую машину, полный каких-то даров природы. Вот. Это дачник чертыхается. Да куда же все это девать-то, да. А человек сторонний получает это как дар небес. И вот этот запах густой, яблочный запах, и вот эта тяжесть приятная, и вот этот нежданный подарок какой-то, вот эти последние теплые осенние деньки с отсылкой метафорической к отпускному морю, это чувство полновесного, такого емкого, понятного абсолютно практически каждому читателю человеческого счастья. Разумеется, мимолетного, какого же еще. Но тем не менее, это потрясающе схвачено, и через эту метафору, через этот образ показана чуть ли не вся наша жизнь. Вывернутая наизнанку, как этот рюкзак, который, освободив его от яблок, выворачивает, чтобы вытряхнуть завалившиеся тута листики, веточки, мусор какую-то, шевуху. Вот. Это очень здорово написано. Вот такое стихотворение. Рюкзак полон яблок. Жизнь должна быть полна счастья, иначе зачем? Очень важный такой вопрос. Поэтому, конечно, стихи Марии Мельниковой вроде как не говорят об этом напрямую, да, говорят о многих других витиеватых подробностях, деталях, сообщают нам именно это, на мой взгляд, послание. Спасибо за внимание. Читайте стихи. Это одно из доступных нам в этой жизни удовольствий. Это счастье, которое нам дано. Спасибо.